ну что второй день мини-отпуска в кемере я не выспалась вообще нифига потому что шести часов утра кто-то за стенкой начал разговаривать начал звонить будильник в общем я проснулась слышимость вообще дичайшая просто у людей звонил будильник наверное в течение минут 40 постоянно в общем сейчас быстро на завтрак а потом нас обширная программа сделаю наверное пару видео будет интересно смотреть до конца отелях завтраки примерно плюс-минус одинаковые вот поэтому ничего такого особенного и здесь нет что мы наконец выезжаем и первое куда мы держим путь это демре церковь святого николая тут по желанию лиза я там была раз пять уже лиза тоже была она хочет еще когда я последний раз была на демре наверно год 2014 дороги туда были просто ужасные насыпные я искренне надеюсь что сейчас дорога нормальная что начинается серпантин то есть до этого была прекрасная дорога сейчас мы будем ехать там обрыв здесь непонятно что вот как-то будем дальше ползти посмотрим и решили немножко перетопнуть по серпантин и остановились в такой милой кафешке она просто на дороге но это кафешка блин тебя такой вид потрясающий смотрите чай с видом на море с кафешка кот кот у нас тут вот так но мы приехали к церкви все изменилось моего последнего посещения этого места в демре находился родился святой николай чудотворец лиза пошла смотреть икон какие вот таких опять долларов иконостас по 10 долларов вот это 10 15 25 по 10 разные святой николай чудотворец родился в городе демре здесь он умер и одно время мощи как раз находились вот здесь в церкви но сейчас их здесь нет их увезли по моему куда-то в европу в италию дак стоимость билета 125 лир или музейная карта была в этой церкви в 2011 году тут была реставрация сейчас 2022 год и тут до сих пор ведется реставрация то есть фактически эту церковь ее нашли под землей и вот ее раскапывали ее сейчас реставрируют смотрите видимо не было вот этой верхней части как будто вообще если я не ошибаюсь мы вот фоткались на той стороне они настраивают верхнюю часть здесь не требует надевать платок ну как бы это может сделать по желанию согласно историческим фактам в четвертом веке епископом города мира был святой николай и здесь же он получается умер и здесь же он был захоронен а церковь была уже построена после того как он захоронен здесь если вот то есть вот это вот все старые камни вот они а вот то что мы видим наверху это все новье это все надстроили уже что-то что не сохранилось по церковь то есть а 850 году была посещена русским путешественником муравьем который и так скажем сделал так чтобы церковь восстанавливали и в 1858 году начались восстановительная работа оказывается есть вот такой красиво ведь привет он спит ему всего равно здесь находится саркопак но он пустой как я говорила здесь видимо народ бросает записки с желаниями с просьбами видите вот здесь вот получается его вскрыли и увезли мощи в италию вы посмотрите какая красивая тоже мозаика на полу вообще начиная с римских времен украшались дома мозаиками на полу и фресками на стенах вот в церквях и в старинных синагогах можно увидеть такие мозаики там прески на стенах кстати посмотрите насколько красиво также украшенные стены сейчас покажу еще в одной части я подробную историю конечно за все это не буду рассказывать потому что ну первых я не историк оставим это профессионалам вот возле саркофага вот такое идет украшение только здесь можно увидеть фрески которые сохранились с тех времен конечно очень многие фрески уже разрушены но очень много сохранилось том числе какая здесь мозаика я не знаю относится ли она к тому времени она прям шикарная на ней как раз это изображал николай с детьми здесь кстати можно купить иконы здесь очень много вариаций иконы и кресты и масла смотрите вот такие и говорят что они уже освещенные девушки здесь подсказывают говорят что в греции сделаны иконы из италии из италии это гречи еще когда приезжаешь церковь святого николая здесь обязательно нужно посетить буквально в пяти минутах езды ликийские гробницы в городе мира вот мы сюда сейчас пришли миру отдельный билет он 190 лир но как всегда по музей карте хорошо придумали в турции все таки вот эту вот тему 60 лир и везде ходишь мы пришли к ликийским гробницам на самом деле такие гробницы очень много начиная отсюда и по самому побережью до фетхи и мармариса и так далее это ликийские гробницы были они построены в четвертом веке до нашей эры и в этих гробницах хоронили самых богатых зажиточных людей просто строительство треки гробниц ему стоило очень дорого и естественно не всем было доступно посмотрите гробницы они вырублены прям скале жалко туда нельзя попасть на фетхи вот фетхи есть гробницы в которой можно зайти я ходила снимала кликайте по подсказочке вверху экрана и смотрите вообще каждая гробница состояла из двух залов посмотрите все это высекалась прямо в скалах а вот там наверху вообще целое произведение искусства вот видите поближе мне удалось подобраться тоже посмотреть естественно там не осталось уже ничьих останков можно увидеть вот прямо здесь посмотрите сейчас постараюсь приблизить вот здесь есть письмена на древнегреческом языке то есть все это то что мы видим здесь на побережье относится к античному греческому периоду вот как то так ну что тут есть еще и античный ампитеатр который также относится к римскому периоду и тут очень скользкие камни когда парковались в этот дяденька в полосатой полке сказал потом обязательно приходите к нам пить сок мы решили кельюрис мы решили не обламывать дяденьку и пойти и выпить по стаканчику немножко охладиться и потом поехать дальше вот так что мы выезжаем из мир и едем сейчас мы в адресан ты успела ты сняла это он на нас ехал на нас ехал обгонять на этой трассе запрещено но здесь все обгоняют и реально просто этот чувак он выведен нам навстречу и мне так немножко поплохело мы доехали до адресана до пляжей и пытаемся сейчас припарковать машину несмотря на то что уже вечером многие уезжают но должны по крайней мере взять какой-то просто капец вот он наконец-то адресан конечно на яхтуру у нас нет времени сейчас к сожалению чтобы путешествовать по всем самым классным бухтам но хотя бы увидим основное местечко такой огромный пляж здесь такие тут переодевалочки хорошо что они есть шезлонги платные мы решили не брать потому что смысла нет мы на пару на часик буквально как раз возвращаются яхты которые возят на экскурсию по бухтам а вода такая прозрачная я специально тащила из из мира свою маску поплавать здесь не знаю может что нибудь увижу а Могу сказать, что Адрасан меня немного разочаровал. Я ожидала ничего-то большего, наверное, пересмотрев фотографии в интернете. Вот, ну и да, надо ехать и смотреть бухты все-таки, а не общественный пляж. И самое ужасное, что на дне, вот на этом общественном пляже столько мусора, то есть вот это вот обиднее всего. Вот мы планировали еще поехать в Олимпас, но мы в него не успеваем сегодня уже, поэтому на завтра оставлю. В общем, сейчас мы будем идти километр в гору, чтобы увидеть горящую гору. У нас же вид просто уставший, дикий, мы с самого утра везде ездим, но вот мне кажется, это будет интересно приключать. Мы прошли, я думаю, что полпути к таким вот камням. А тут на мусорных баках написано, сколько метров еще осталось. 600. Мне кажется, они врут. Что можно у нас поздравить? Даю, мы дошли. Вы думаете, что это просто камни? Нифида. Посмотрите, древнегреческие надписи на них. То есть это все, вероятно, руины какого-то античного города. Реально языки пламени из-под земли, вот там вот плеет огонь. Химера, или как ее турки еще называют, Яна-Арташ, горящий камень, это одно из самых загадочных мест в Турции. В древности мистические огни приписывались огнедышащему чудовищу, погребенному в недрах горы. Но сейчас все уже объяснили ученые. Внутри огненной горы Химера залегает природный газ метан, и он воспламеняется, когда выходит на поверхность и взаимодействует с кислородом. Ну и вид, конечно, потрясающий. Я не знаю, я считаю, что мы не зря сюда пришли и шли этот километр, что думаешь? Нет, я согласна. Все, всем пока, до встречи в следующем видео.